дорогие друзья всем добрый день рад вас приветствовать на youtube канале онлайн оранжерея с вами ее ведущий я иван сегодня наконец-то я решаюсь попробовать снять на видео посев орхидеи ну вот я не знаю удастся ли это сделать но что получится получится же просили показать как устроен мой ламинар вот просили показать как сделать посев ну сейчас буду показывать поэтому переключаемся с вами на посев орхидеи ну вот дорогие друзья вот так вот выглядит мой ламинарный шкаф ламинарный бокс сверху него как раз сам фильтр стоит здесь у меня небольшой колпачок чтобы непосредственно у меня турбина не так сильно гоняла воздух вот так здесь мои записи блокнота внутри устройство простецкая то есть да вот он фильтр вот фильтр там ультрафиолетовая лампа ну и здесь все что мне необходимо для моих работ вот единственное что тут свинарник такой небольшой но рабочее пространство исключительно сейчас работают ультрафиолет чтобы продезинфицировать все там и как только ультрафиолет сейчас закончит работу мы с вами приступим к посеву ультрафиолет я включаю минимум на минут 30 вот чтобы все убило там внутри и потом уже включая непосредственно ламинарный бокс и будем с вами работать единственное что шум от ламинарного бокса будет мощный потому что он будит сильного я вот давайте даже покажу вам включу то есть вот это шум ламинарного бокса поток тут очень сильный вот посмотрите да вот вот то есть я вот подставляю пакетик ведь как он сносит поток мощно потому что здесь очень мощный поток воздуха ну он такой нужен вот поэтому давайте попробую может быть микрофон надеть чтобы меня было мог чуть-чуть хотя бы слышно ну так выглядит мой ламинарный бокс ну сейчас будем с вами работать так ну что приступим к работе единственное что вы достаточно далеко да не знаю как будет вам видно ну постараюсь что-то хотя бы показывать вот со стороны но надеюсь будет видно что-нибудь что я буду делать ну кому вообще это надо кому это интересно потому что я понимаю что но не всем это будет интересно настолько насколько вообще возможно вот только архаманом каким-нибудь кто хочет сам этим заниматься я надел микрофон я надеюсь меня слышно вот потому что если меня сейчас будет шумно очень и будет меня сильно шум перебивать я тут уже ни при чем я ничего сделать не могу вот может быть я потом отредактирую звук что было хоть как-то хоть нормально было слышно вот весы у меня прикольные на озоне заказывал великолепные весы прям вот вам советую если кто-то будет заниматься чем-то подобным вот такие вот весы приобрести шикарные вот так у меня флакон со спиртом я непосредственно обрабатываю все вот обрабатываю весь инструмент спиртом инструмент также прокаляю над огнем сейчас мы все это обработано банки с питательной средой все это про стерилизовано то есть не думайте что это что-то такое да нет 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 это все 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 пресс про стерилизовано вот поэтому будем сейчас с вами начинать работу я включаю спиртовку спиртовка внутри она не включится потому что поток воздуха слишком мощный видите да как ее сбивает пламя вот ну будем с вами работать да у нас сегодня на посеве вот такие вот семена у меня созрел фаленопсис беглит видите вот он треснул а его буду сейчас высаживать вот семена там вроде бы зрелые до коричневого цвета но даже если семена чуть-чуть недозрелые да вот я сейчас открываю смотрю вроде бы все окей даже если семена немножко не зревшие будут то они все равно доходят до кондиции уже непосредственно внутри наших баночек вот то есть они будут уже здесь находить до своей кондиции но я вот вижу тут вот вот они плавают до семяночки я не знаю вы увидите их не увидите вообще вот это вот увидите вы ли это это или нет скорее всего нет вот но вот они семена зрелые здесь вот созревшие семена недозревших я редко высаживаю стараюсь редко высаживать жду когда полностью будет все созревание вот мне потребуется баночка в которой я смогу налить перекись водорода причем немного небольшое количество потому что семена я буду производить стерилизацию именно в перекиси водорода ультрафиолет как бы тут все будет работать так дорогие друзья сразу техники безопасности мы не смотрим на ультрафиолет и стараемся чтобы наше лицо не попадал ультрафиолет у меня здесь защитный экран вот который в принципе через стекло ультрафиолет не должен пропускаться но тут это орг стекло поэтому не знаю честно признаться я думаю здесь сделать себе вставку чтобы не было видно вот и работать только здесь рабочая поверхность у меня вот здесь поскольку я что-то еще трогал помимо да помимо наших как сказать на инструментов я еще раз пою вспрыскиваю спиртом руки только аккуратно потому что горит горелка вот иначе можно поджечь тут все вот что необходимо будет сделать теперь нам необходимо подготовить семена что для этого нам непосредственно нужно будет сделать мы берем с вами наш инструмент давайте где моя лопатка давайте возьмем вот такую вот лопатку да и вот наши семена я надеюсь что вам хоть что-то видно потому что я не знаю вот видите тут у нас такое все неинтересно я еще раз все это прокаливаю над огнем вот таким вот образом прокаливаю над огнем и и погружаю в спирт у меня здесь готовая баночка со спиртом тоже надеюсь вам это видно что вот баночка со спиртом вот и я погружаю свой инструмент в спирт чтобы у меня здесь он остыл вот после того как я в спирту непосредственно свой инструмент промыл могу еще раз его над огнем простерилизовать вот он горит спирт горит до невидимым пламенем таким еще раз прокаливаю в принципе все все инструмент стерилен я его откладываю чтобы не касался ничего то же самое делаю с пинцетами которыми я буду пользоваться то же самое прокаливаю пинцет спирт пинцет можно эту процедуру проделать несколько раз вот в этом случае лучше уж немножечко перебдеть чем не допдеть потому что одна спора любого гриба и все и наши с вами саженцы просто сгниют грубо говоря но вообще за гриб на грибная инфекция как бы попадает на питательный субстрат и все на этом как бы вся закончена процедура я коснулся сейчас а ножа поэтому я его еще раз прокаливаю я только что коснулся ножа поэтому я его прокаливаю еще раз вот теперь у меня здесь есть несколько новых спритцов относительно я не работал пару раз вот я могу каждый взять новый шприц но не знаю мне вроде бы это не надо вот а что я делаю я беру спирт проматываю шприц спирту до пробалтываю его там и еще раз его промываю вот таким вот образом да и дорогие друзья вообще не профессионал и те кто работают в лабораториях ламинарных боксах как бы наверняка много богу сказать давно у меня не лаборатория у меня квартира поэтому естественно я не могу ничего вам сказать что я тут делаю что и тут это что я туда такой великий профессионал поэтому вообще нет и я не набиваюсь в него ни разу промывая его перекисью небольшим количеством перекиси и и в принципе все у меня вся площадь моя рабочая готова все а теперь еще раз на всякий случай вспрыскиваю руки спиртом я вспрыскиваю еще раз на всякий случай руки спиртом спирт чистый я заказываю в телеграм канале вот питьевой спирт не знаю как он это продается но честно признаться нелегально наверно да потому что у нас же спирт нигде не купить вот поэтому не знаю ссылки на не на кого не могу оставить поэтому ничего не могу сказать ну как бы тут уж простите потому что не хочу ни с чем этим связываться вот подготавливаем теперь емкости у меня здесь емкости и злами и за стерилизатора то есть видите вот даже на лед легкие есть то что воду я брал водопроводную случайно что-то забыл про это и вот теперь налет у меня на баночках но это ничего страшного в этом нет они полностью стерильны и принесены сразу в ламинарный бокс вот потом они простерилизована еще ультрафиолетом поэтому ничего здесь нет но для того чтобы точно уже не столкнуться ни с какими спорами да не с какими вреда вредными бактериями что я делаю я прокаливаю крышку вот так видите даже ватка немножко загорелась ничего страшного самое главное чтобы она у нас там далеко не прогорела что это фильтр вот так прокаливаю баночку и отставляю ее пока и отставляю все она прокалена теперь что я буду делать у меня здесь есть баночка в которой непосредственно я буду высаживать семена вот в этой баночке у меня будут непосредственно семена пропитательные среды я потом как-нибудь запишу видеоролик поэтому как бы тут говорить нечего вот смотрите вот здесь у нас имеются семена вот эти семена семена не стерильно коробка уже открылась то есть да наша с вами коробочка орхидеи открылась поэтому семена автоматически не стерильно естественно естественно я ничего с этим не могу сделать откладываю на стерильную поверхность шприц а давайте вот так у нас же здесь стерильно вот откладываю шприц это у меня был он стерильный я его еще раз прокаливаю на всякий случай нож остужая его спирту проветриваю чтобы спирт испарился и теперь я могу соскоблить семена как вы видите сам пух в которых семена находится он сам прекрасно отделяется семян здесь достаточно я даже сказал более чем достаточно вот таким вот образом я вычищаю вот эту структуру внутреннюю чтобы снять все семена ну честно признаться я просто не не ожидал что коробочка раскроется я думаю я еще висеть и висеть но просто я вчера обнаружил что коробочка открылась и для меня это был неприятный сюрприз потому что и мне больше нравится работать закрытыми коробочками у них немножко технология попроще мы просто стерилизуем плод сам по себе вот и маркин просто великолепный специалист у него тоже я подсматривал что и как также смотрел в лабораториях как это все делается вот ну и плюс мое образование мне более менее подсказывает да вот что у меня биологическое образование в любом случае хоть и ландшафт но все равно я человек увлекающийся как вы могли понять уже вот я выскабливаю все семена семена выскабливаю вот прям в наш с вами перекись все кладу инструмент все инструменты на и у меня использован уже здесь семена ну вот еще что то осталось но я бы не сказал что прям много поэтому можно уже его не использовать этот плод теперь прокаливаю еще раз непосредственно наш инструмент которым я работаю вот таким вот образом дайте-ка я выключу ультрафиолет уже надеюсь что все равно все так же видно хорошо вот прокалил инструмент и дайте-ка я вам включу свет чтобы было лучше видно ну вот дорогие друзья я вам свет включил надеюсь что получше стало видно вот я опять же потрогал поскольку то что нам не нужно протирается все спиртом инструмент прокалил и вот прямо в нашу с маме смесь перекиси водорода я пробалтываю наши семена как вы можете видеть я вот это делаю видите пробалтываю семена в перекиси водорода получается вот такой вот мутный мутный раствор в котором мы полным полно семян вот так можно оставить эту непосредственно до стерилизоваться вот этот раствор на минут 15 да можно что-то поделать и оставить его пускай семена стерилизуются вот мы с вами давайте будем высаживать в принципе то что я уверен что семена стерильные коробочка у нас все стерильно лишнюю влагу я сразу выливаю здесь конденсат который был скоплен я не выношу за пространство ламинарного бокса открытое горло смотрите крышечка ничего не касается я набираю небольшое количество семян вместе с перекисью небольшое количество семян вместе с перекисью отстукиваю семена и стараюсь обратно слить как можно больше перекиси семена не тяжелее они будут падать на дно шприца вот сюда они будут здесь задерживаться поэтому я просто медленно выпускаю всю перекись которая здесь есть чтобы оставить просто взвесь семян вот чистая взвесь семян я даже думаю что это многовато будет да давайте попробуем еще отсидеть семена так и теперь я просто осуществляю посев резким быстрым движением вот так с потоком воздуха стерильного семена попадают у нас непосредственно в баночку распределяю немножко семена вот они у нас здесь распределились все посев закончен вот так осуществляется посев семян орхидеи я теперь обязательно подписываю когда это было произведено сегодня у нас 20 июня июля я пишу здесь состав среды это удобрение квик плюс гибриллины и плюс аминокислоты вот и здесь я пишу кто это это был биглип гибрид я сейчас попробую найти фотографии мне все равно это будет нужно и посмотреть кто на кого опылен был вот то что у меня вроде бы сфотографировано кто на кого опылялся но я сейчас могу не вспомнить вот поэтому буду попозже искать кто на кого но я помню что это точно биглип вот так биглип вот и вот таким вот образом тонким слоем у меня будут высажены здесь семена как вы можете заметить маркер кстати всем советую если кто-то ищет маркеры вот эти маркеры просто великолепные мне они очень нравятся вот все давайте еще один сделаем посев чтобы было видно так где наша перекись водорода перекись 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 вот она слишком мало осталось поэтому давайте-ка мы немножечко подбавим перекиси вот так опять любое действие вне ламинара сразу руки в спирт руки конечно сохнут но ничего страшного в перчатках мне неудобно работать я не чувствую вот я не чувствую поэтому мне проще работать просто вот спиртом руки обработать и все так вот у нас теперь колба это другая питательная среда я опять же прожигаю над пламенем горелки горлышко колбы и давайте я вам поменяю ракурс давайте вы от моего лица будете это видеть как я буду делать сейчас я попробую вас поставить так чтобы вот как будто бы это я смотрю сейчас секундочку ну вот я вас поставил надеюсь что так будет еще лучше видно вот первый посев у нас уже осуществлен теперь будем делать второй посев уже поближе чтобы вам было видно опять же я потрогал что-то другое руки сразу в спирт руки без каких-либо колебаний теперь я прожигаю еще раз горлышко бутылочки вот этой над огнем прожигая ее может быть кому-то покажется муторно но мне наверное это успокаивает больше это весь этот процесс мне очень нравится я мечтал о покупке ламинарного бокса поэтому вот наконец-то занимаюсь тем чем бы я хотел вот все мы прокалили горло теперь я могу со спокойной душой открыть пробку пробка коснулась стола поэтому пробку нужно обрабатывать пробка коснулась стола я не могу ее закрыть обратно теперь я ее прожигаю обратно вот над огнем и сейчас я ее буду прыскать спиртом потому что она коснулась стола лишний конденсат я убираю таким образом и сейчас пробку когда буду закрывать я ее буду обрабатывать сейчас повторно спиртом чтобы она была стерильна так берем теперь взвесь семян семена вот так вот я перемешиваю вот чтобы вы увидели вот семена я перемешиваю и вот набираю их шприц опять же отстукиваю семена семена сейчас они тяжелее они будут медленно падать внутрь шприца вот я отстучал их видите семена там их аккуратно вот так на бок и они начинают из-за того что они тяжелее они начинают оседать на вниз а перекись почти чистая начинает уходить на вот а семена у меня остаются в шприце потому что семена должны лежать на питательной среде это я уже давным-давно понял они не должны плавать потому что когда семена плавают они не всходят вообще перики здесь только как стерилизатор вот мы перекись убрали теперь я беру и осуществляю посев вот так все теперь надо простерилизовать вот эту вот крышку я ее пропрыскиваю спиртом обильно и жду полного ее высыхания поскольку здесь поток в ламинарном боксе воздуха она достаточно быстро у нас как сказать просыхает вот вы видите она уже почти сухая вот ну все она почти сухая я могу сделать вот так я закрываю эту колбу и теперь у меня здесь распределенные семена как вы можете видеть внутри колбы там у меня распределенные семена естественно на стенке что-то попало что-то село на среду это норма то есть это нормально так ну и давайте финально тогда близко вас вот сейчас поставил давайте я вам еще раз покажу как непосредственно делается посев может быть кому-то вдруг правда это пригодится может быть кому-то это правда будет интересно вот ничего здесь сверх ординарного нет я один из способов только лишь показываю это один из способов опять только я выношу руки из ламинара всегда спирт всегда опять над горелкой я провожу свои свой посаду по свою посадочную емкость на заднем фоне провод это это просто провод от самого ламинара он просто очень длинный мне когда на заказ его делали я не знаю зачем но они мне очень длинный провод сделали вообще бокс плохой прям я не советую те кто вот мне сделал бокс я вообще не советую этих людей точнее этого человека потому что прям отвратительный бокс я думал реально будет лучше за такие деньги я думаю он будет намного лучше но что имеем то имеем хотя бы не за 300 тысяч как бы вот выливаю лишнюю воду то что было в конденсате ванночка здесь лишней влаги нет я ее ставлю теперь я беру семена опять взвесь семян набираю взвесь семян и пытаясь отсидеть вот так вот очень удобно через пузырек воздуха это делать так семена оседают как-то побыстрее даже вот так семян тут предостаточно как вы можете видеть тут их полным-полно делаем вот так все посев семян осуществлен все еще раз говорю тут главная стерильность все семена вот там видите они должны лежать на среде желательно чем суше тем лучше вот поэтому иногда семена могут и не сходить из-за того что недостаточно сухая структура среды когда на среде есть капель воды и вода смывает семена уже замечено ни разу поэтому видите вот здесь есть конденсат легкий вот его надо слить обязательно в обязательном порядке я его сразу же сливаю банку стерилизую над огнем вообще-то я сейчас сделал неправильно нужно было сначала крышку стерилизовать я что-то заговорился с вами ну когда нас когда делаешь на съем да можно немножечко опростоволозиться вот как сейчас дайте-ка я даже ультрафиолет включу чтобы там ничего не было точно вот так подержим над ультрафиолетом немножко ну и прогрели банку достаточно опять делаем взвесь из наших так сказать семян опять набираем шприц капля воздуха отсаживаю я просто сейчас на камеру да я не буду подписывать тут все потому что мне надо вам сейчас быстренько все показать и я потом уже доделывать работу буду уже один без вас как вы можете заметить да вот они семена видите они остаются внутри шприца я сливаю только считайте перекись ну и незначительный процент семян говорю еще раз потому что она среда должна быть почти сухой вот тогда семена будут сходить протокорма будут быстро появляться вот капля попала капля распределяется по субстрату банка закрывается все я думаю что вот эта банка будет неудачная по одной простой причине что я ее даже подпишу вы знаете я сейчас подпишу что вот так прям вот что она будет неудачная скорее всего к сожалению ну посмотрим ну просто я неправильно я не соблюдал сейчас технологию обработки поэтому скорее всего банка будет неудачная так попробуем еще на этой среде семян еще полно у меня еще есть две банки для посадки поэтому вот сейчас еще две банки посадим с вами и в принципе все надо было сохранить немножечко семян что-то я прям все семена взял забрал ну высажу сразу все в разные среды горячая баночка еще горячая 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 так лишняя влага из банки удаляется прикрываем делаем взвесь опять же внуши как будет Субтитры создавал DimaTorzok Ну и опять же осуществляю посев Все Распределяю семена по питательной среде Вот так мы их распределили Вот здесь прям сухо-сухо получилось Мне кажется, вот это будет хорошо Вот это будет баночка прям хорошая Распределились семена хорошо Ну вот как-то так, дорогие друзья Давайте я буду заканчивать, наверное Я потом досниму вам что-нибудь интересное Сейчас в этот ролик Ну а так, заранее всем хочу сказать Большое спасибо за просмотр С вами была онлайн оранжерея Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Там у меня магазин Орхидей, который я тоже покупаю, поставляю Там я выкладываю интересные видео Интересные фотографии своих растений Какие-то статьи Встречи, которые мы организуем Или же встречи, которые организуются где-то в Москве Там мы все об этом говорим Всем большое спасибо, дорогие друзья И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok